Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю свиные ребрышки на решетке. Будут очень вкусные ребрышки и они будут готовиться быстро. Я их мариную буквально часик-два, потому что мне внезапно захотелось мяска и я уже его делаю. Для того, чтобы ребрышки получились мягкими, я выбрал ребра почти со стороны брюшинки. Здесь вот такие очень тонкие косточки, даже бывает, что беленькие хрящики вместо ребрышков. Это хорошо, потому что будет быстрее прогреваться само мясо и после косточки оно быстро приготовится. Также мне попался, конечно, кусочек вот и потолще с ребрышками. Сейчас главное правильно разрезать реберную ленту, чтобы мясо быстро-быстро приготовилось. Я разрезаю кусочки между ребрышками и вообще мне кажется, для того, чтобы сделать свиные ребрышки на мангале или на решетке, нужно выбрать мясо магазинное, потому что домашняя свининка, она растет и питается дольше, чем магазинное. Мясо становится более упругое, но вкусное и ароматное. И для быстрого приготовления, возможно, оно будет не так хорошо подходить, если брать, конечно, кусочек из ребрышка. Сейчас я добуду сок из лука. Да буду, добытщик. Еще давай. Сейчас я выжму сок из лука. Полный привод надо пить. Газух. Вот так слегка я отбиваю апсито мякоть луковую или сок выходит. Слишком сильно я отжимать не буду, потому что мне нужен именно чистый сок. Сок вышел, а эту луковую мякоть я обжарю. Ее можно использовать и для котлеток, или в других блюдах, где нужен лук. Сегодня для быстрого маринада я хочу использовать вот такой набор пряностей. Немного ягод можжевельника. Я думаю, это будет нормально. Зерна кориандра. Черный перчик. Душистого перчика чуть-чуть. Еще будет сумах, сушеный имбирь, каенский перчик и майоран. И эти молотые пряности я добавлю, когда здесь все измельчится. Потому что если добавить сейчас, будет плохо работать кофемолка. Вот, прекрасно. Теперь сюда добавляю чуть-чуть перчика. Вот столько. Классно пахнет. И майоранчика. И чуть-чуть сумаха. Он придаст легкую кислинку. Совсем чуть-чуть. Кислится, кислится. Да, хватит, да. Вот и кислится. И имбирь. Вообще, кислинка готовится легко, быстро и с любовью. Всегда у меня получается очень вкусное мясо. Сейчас я его солю крупной солью. Вот. И пряная смесь. Половинка. Вот сюда. Хорошо массирую мяско. Похлопываю, чтобы и соль, и пряности попали хорошо в мясо. Красота. Все. Хватит? Хватит сольки? Да, хватит. А есть волшебные слова? Есть, но еще рано. Подбираю мясом все пряности со стола. А теперь самое важное. Я на мясо выливаю обычное растительное масло. Для того, чтобы через масло, через жир, хорошо проходил весь аромат пряной смеси, прямо к мясу. И массирую. Чтоб понравилось моим друзьям. Чтоб понравилось моим друзьям. Чтоб понравилось моим друзьям. Посмотрим, как они горят Они вспыхивают не так хорошо, как головы после зерна Мягенькие, потому что фруктовые самогончики тоже мягенькие Вот, видите? Загорелось Потому что фруктовые спирты, мне кажется, намного более элегантные, чем зерновые Я сделал самый простой мангальчик из обычных старых кирпичиков Друзья, кто заметил, что чем проще мангал, тем вкуснее и лучше получается мяско Ставьте вот такие огромные лайки Потому что все-таки, сколько я не делал, самое простое всегда выходит самое лучшее Опачки Понимаете? Да Можно Вот Смотри Возвращение 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 Смотри Продолжение следует... Продолжение следует... По теплу, которое я им дал... Температура выравнивается... Уже можно не так часто переворачивать кусочки мяса... И не начинает благородно подрумяниваться... Интересно, мясо уже готово? А тоже хочется его попробовать... Попробуем... Попробуем... Дегустация... Побольше кусочек потолще хочу выбрать... Ребрышко с жирком... Ой, как классно пахнет... Классический аромат жареного жирка со свининки... Жирок... Жирок обалденно прожарился... Вкусненький... Мягко... Ммм... Беленькое... Мягенькое... Жирко... Прямо возле косточки... Ммм... Ммм... Класс... Все мяско... Мягенькое... Обалденно... Мне так нравится... Жирненькое... Хорошая смесь пряностей подобралась... Друзья... Ребрышки из свинки получились обалденно... Я их очень быстро приготовил... Замариновал... Два часика... Немножко пожарились... И все окей... Если вам понравилось мое видео... Ставьте вот такие огромные-огромные лайки... Подписывайтесь на мой канал... И помните... Кухня... Это самое спокойное место... Бип-бип...